На библейский портал Экзегет пришел вопрос. Угас молитвенный дух. Что делать? От чего теряется чувство присутствия Бога? Важный вопрос. По временам, наверное, он встает перед каждым человеком, перед каждым христианином. Мы прекрасно знаем, как горит сердце, когда человек только-только обращается к Богу. Может быть, это относится в большей степени к новоначальным христианам, но даже и тем людям, которые воспитаны в христианстве с детства, знакомы, конечно, это чувство, они, может быть, приходят в какое-то новое место или обстоятельства жизни меняются. И человек решает в большей степени посвятить свою жизнь Богу. Он начинает ходить в церковь, он начинает ревностно исполнять правила церковные. И, видя эту большую новоначальную ревность, Господь как бы сопутствует ему. Господь дает ему некоторую благодать, которая называется иногда в православной аскетике, призывающей благодатью. Та благодать, которая дается новоначальным, она очень нужна новоначальному человеку, неофиту. И вот этот вот дух неофитства иногда бывает, выражается в смешных даже формах, когда человек уже очень категорично старается исполнять мельчайшие даже заповеди, закона Божьего, когда он старается исполнять дословно и буквально все правила церковные. Но это имеет и очень положительную сторону, потому что оно, вот это вот неофитство, основано на великой ревности и, более того, на той благодати, которая сопутствует этой ревности. Вот соединение движения человеческой души к Богу и благодати, особой призывающей Божией, создает удивительный синергетический эффект. Человек радостно исполняет все то, что в обычное время для него оказывается тягостно. Проходит время, и что-то случается. Человек привыкает к благодати Божией, он думает, что она вечно будет с ним. А благодать, оказывается, нужно не просто получить, но еще и удержать, а иногда и заслужить. Хотя, конечно, заслужить благодать невозможно, но постараться, потрудиться для того, чтобы благодать была в сердце твоем, конечно, нужно. И вот молитвенный дух угасает. Что делать? Перед человеком встает вопрос, он помнит эту новоначальную ревность, он помнит, как хорошо ему было. Пытается повторить, а не получается. Надо трудиться. Каким должен быть вот этот труд по возвращению благодати Божией? Этот труд может быть очень разным. Вот вы наверняка знаете, это все знают, конечно, труды святого преподобного Серафима Саровского, который для того, чтобы стяжать Дух Святой, стоял на камне тысячу дней и ночей. Вот, казалось бы, с точки зрения светского человека, бессмысленное дело, бессмысленный подвиг. Что это такое стоять тысячу дней и ночей на камне? Зачем это нужно, кому это нужно, Богу это не нужно, людям это не нужно. Зачем такие вещи делать? Тем не менее, великий святой, великий подвижник, который почитается не только в России, но и во всем мире, святой преподобный Серафим Саровский сделал это. И какой великий плод, какой великий результат у всего этого было. Потому что он стоял на камне? Да нет, конечно, вовсе не потому, а потому что он выражал великую ревность. И ревность эта выражалась в том числе и вот в этом аскетическом подвиге. Брать ли на себя подвиг стояния тысячу дней и ночей на камне? Ну, конечно, я никому этого не посоветую, потому что, во-первых, все люди разные. Во-вторых, Серафим Саровский великий, святой. В-третьих, бывают и такие срывы, до которых лучше себя не доводить. Чувство присутствия Божьего и вообще благодать Божия – это великий дар Божий. И об этом надо помнить. Своими силами заслужить этот великий дар мы, конечно, не в состоянии. Мы должны помнить, что если Господь дает нам что-то, мы можем постараться удержать. Если Господь нам чего-то не дает, мы можем смиренно ждать, пока Господь нам даст. И вот когда Он нам это даст, нужно продолжать и не отступать. Святитель Феофан Затворник говорит о том, что не надо прекращать молитву ни в коем случае, в том случае, если Господь открывается во время молитвы человеку. Если вдруг человек чувствует благодать Божию, вот пока это чувство присутствует, нужно продолжать стоять в этом чувстве, нужно продолжать молиться. А вот когда оно приходит, это никому не ведомо, и в самые неожиданные моменты это бывает. Я могу рассказать о своем опыте. Ну, один из случаев, конечно, когда одну из икон Божией Матери привезли в храм Христа Спасителя. И довольно часто ведь бывает, что священники очень заняты, что день выдается очень сложным, очень трудным. И когда вспоминаешь, что нужно еще ехать куда-то довольно далеко, провести там довольно много времени, и смысл это имеет, может быть, не очень на самом деле большой, потому что будет много и других людей. Ну, вот священника вызывают в храм для того, чтобы помолиться перед иконой. И ему, он в этот день очень устал, ему очень сложно, очень трудно. И он думает, ну, отстаю и пойду спать, пойду отдыхать домой. И вот я прекрасно помню, как были посрамлены эти мои очень нехорошие, прямо признаюсь, помыслы. Когда очень усталый, я приехал в храм Христа Спасителя, думал отстоять и быстрее пойти отдыхать. И вдруг через какое-то очень короткое время я поймал на себя на мысли, совершенно неожиданно для себя, что я готов стоять тут всю ночь и следующий весь день. И то чувство, которое посещает меня в этот момент, я не берусь судить о его природе. Надеюсь, все-таки, что это благодать Божия. Но это чувство настолько меня одухотворяет, и настолько мне приятно, что оно исполняет меня сил и желание быть здесь. Может быть, тоже чувство испытывали апостолы, когда Господь взял их на гору Фавор, преобразился перед ними, и апостолы сказали, Господи, нам здесь очень хорошо быть. Давай сотворим палатки, шатры и останемся здесь, на этой горе. Хорошо нам здесь быть. Это чувство, оно неожиданно и меня, и всех вас будет время от времени посещать. Если Господь благословит, если наши души стремятся к Нему, то Господь, конечно, будет рядом с нами. И мы почувствуем себя неожиданно вот на этой горе, горе преображения, горе Фавор, на которой Господь преобразился перед учениками, и на которой Он излиял на них великую благодать Духа Святаго. И, как говорит Святая Церковь, как учит нас, излиял на них нетварный свет божественный, который обожает или обоживает всякого человека, на которого Он изливается. Эта великая благодать да пребудет и с вами. Субтитры создавал DimaTorzok